Стальной хват России. Привет большой, доброе утро по времени Тульской области. Привет подписчикам на канале YouTube. Андрей Косточев, Петропавловск-Камчатский. Огромный привет. Вот такие у нас заказчики есть. Из такого далека, как Петропавловск-Камчатский. Как говорили о Петропавловске-Камчатском. Не полночь. По сигналам точного времени. Но на данный момент в Петропавловске-Камчатском не полночь. Потому что это говорили в 3 часа дня. Сейчас у нас 9 часов 27 минут. 22 апреля. В Петропавловске-Камчатском сейчас 18.22. Значит фильм можно смотреть спокойно, а не ночью. Андрей попросил колечко резиновое и эспандер. Эспандер моряк, морские звания. Ребята привыкают, понимают, что это лучшее качество на данный момент. Я не претендую на роль самых крутых эспандеров в мире. Но на данный момент в моряке подобрано самое необходимое для развития охвата. Это накатка, расстояние, плавность хода пружины. И самое главное, это точность нагрузки. Потому что нагрузку мы замеряем. Вы получаете все практически в 99% калиброванные эспандеры. И есть заказы, когда просто заказывают звание. Но это крайне-крайне редко. В основном, вот как Андрей написал, можно мне моряка капитана первого ранга на 65 килограмм. А так как я вчера получил партию с завода моряков, на данный момент есть возможность подобрать. И вот такой вчера калибров... Ну, я вчера провел калибровки. Целый день калибровал. Вы знаете, что я предварительно все эспандеры калибрую. Но чтобы ребята, когда обращались, я мог уже нормально отвечать. Технически, грамотно. Да, есть, да, нет. Значит, капитан первого ранга попросил на 65 килограмм. Поэтому вот предварительная калибровка на пакетике написана. Достаем. И показываем. Андрей сказал, снимите фильм, Вадим Иванович. Пусть все видят, знают. Еще раз. Ознакомиться. Вот капитан первого ранга. Близко показываю. Чтобы все было видно. Нигде, естественно, нет никакого клея. При схождении вы увидите абсолютное и точное схождение ручек. Ни выше, ни ниже. И я сразу покажу. И попросил колечко. Колечко я не буду калибровать. Ну, смысла нет показывать. Это все тоже калибруется. Все кольца я прогоняю. Вот такое кольцо на 70 килограмм. Значит, кольцо с эспандером бьется. Примерно бьется. Моя калибровка, потому что осуществляется на одном станке. Я все рассказывал, показывал, почему давление планки посередине. Почему это правильно, а не по всей плоскости. Не буду вдаваться. Смотрите фильмы. Андрей смотрит. Андрей знает. Потому что основной давящий палец это средний. Средний в совокупности с указательным больше или с безымянным. Все. Планка как раз имитация давления среднего пальца. Ну, у кого-то палец потоньше. Планка 25,4. Дюймовая планочка. У кого-то, как у меня, практически чуть ли не палец размером в дюйм. Поэтому я объяснил, почему это и есть правильно. Соответственно, если вы закрываете без установки мою нагрузку, измеренную на моем станке моряка, примерно такое же колечко, вы можете, ну, или чуть больше брать к себе для тренировок. Прокачивать вот эти вот пальцы. Мизинец закрывающий эспандер. Он не участвует в закрытии бублика. Но, но. Эти пальцы как раз хорошо тренируются мощными бубликами. Соответственно, если вы закрываете, допустим, капитана первого ранга на 65 килограмм. То колечко на 70 килограмм. Можете смело брать и с ним работать. 65 килограмм, 70 килограмм СХР. Смысла кольцо брать в плюс 10 нет. Допустим, 65-75 будет затыка. Можно, конечно, как там, негативничать, но не вижу смысла. Смысла никакого нет. Работаете без установки с эспандерами определенной нагрузки. Такие же и берите кольца. Работаете с 40 килограммами, кольца берите на 40 килограмм. И будет вам счастье. Либо чуть побольше. А может быть и чуть поменьше. Итак, Андрей, вот 70 килограмм, как ты попросил. Вот такое колечко. Ну, вот такой форм-фактор пупыльки с двух сторон. Мне больше всего нравится. Это на самом деле, ну, наряду вот с этим, естественно. Самые плотные, самые прочные и долго держащиеся. Но, не забывая, вот это не падает в нагрузке. Это теряет нагрузку. Резина нагрузку теряет. Так что надо перекалибровывать. Ну, в принципе, взяли 70. Готовьте, что это будет килограмм 62-65. В ближайшее время, через много, ну, там, через сотни прожатий, но вы это быстро добьетесь. Вот и все. В общем-то, а если вы хотите себя проверить, надо еще одно колечко заказать на такую же нагрузку и сходу его закрыть. Итак, капитан первого ранга, Андрей. Смотрим. Накатка, конечно, в этой партии достаточно крепкая. Понравится. 64 миллиметра. Ну, все стабильно. Как и обозначено было. 64 миллиметра. Ручки. 19. Ручки 19 миллиметров. 95. Сказал, почему. Потому что в среднем ширина ладони как раз под 95-й размер. 95 миллиметров. Ну, чтобы оставалась одна пружина. Вот. Видите, ручка полностью спрятана. Вот кончик. Вот такой кончик. Вот так не видно. Одна пружина, она не мешает. Когда мы работаем, допустим, с теми же там РБА, Вулкан, эспандеры, допустим, которые имеют множество нагрузок на одном с болтами, регулируемые. Пружина сильно выносится за пределы ладони. И это неудобно. В общем-то, все ребята, которые в хвате достигли больших значений, а это я считаю 70+, закрывают, когда без установки. Таких немного в мире. Они не работают с регулированными эспандерами. Вот. Лучше нарезать сегментарно нагрузку с определенным шагом. Те, кто обращаются ко мне, получают даже до 2 килограмм. Это очень сложно собрать, но можно. А так 3-5. 5 хорошо, 3 супер. То есть, допустим, 70 килограмм, 73, 76, 79, 82. Ну, это я говорю, огромные нагрузки. А так, в общем-то, начиная с капитана 3-го ранга, допустим, 49, 52, 55, 58, 61 и так далее. Да, несколько получается эспандеров в одном названии. Ну, потому что специально идет разброс нагрузок в одном звании, чтобы я смог вам помочь шагать вот с таким шагом. Вот такой шаг получить. Поэтому, допустим, вот капитан 1-го ранга, вот сейчас мы Андрея калибруем и будем посмотреть на 65 килограмм. Соответственно, диапазон от 61 до 67 капитана 1-го ранга. То есть, выше 67 не бывает, ниже 61 практически. Ну, если там залетные получится. Всякое бывает. Ну, в основной массе этого не будет. Поэтому давайте, давай Андрея, посмотрим, что у нас за пружина. Пружина 7,35 у капитана 1-го ранга. Намотка плотная. Не делаем, не будем делать моряков с веером. Ну, не считаю это правильным, потому что потому что ничего страшного смазывать лучше. типа веер. Более правильно по отношению пружины к другу другу. Ну, что более правильно? Разве сложно смазать? Нет, не сложно. Но как-то это, в общем-то, глаза радует, когда вот такая плотная намотка. Итак, 65 килограмм, да? 64,6. Смотрим. Предварительная калибровка была. Сейчас Андреем посмотрим окончательно. Ну, вы, естественно, увидите окончательную калибровочку. 65 килограмм, это не 65 килограмм из ХР в Коке-3. Ребят, помните, расстояние. Это очень-очень важно. Ну, вот. Наверное, вот так будет правильно, да? 65 килограмм была предварительная калибровочка. То есть, расстояние поедает нагрузку. В любую сторону. Увеличивает или уменьшает. Вот, плотно капитан первого ранга. Вот ровненькие ручки. Дерзкая достаточно накатка вот в этой партии. 65 килограмм. 65. Ну, можно, в общем-то, посчитать 65 точно, потому что ну, чуть-чуть поработаете вы с эспандером. Усадка минимальная. За годы вот ребята приезжают, она, в общем-то, не теряется, эта усадка. в смысле, нагрузка. Вот, 65 получили, оно будет очень долго держаться. 65 килограмм. Много тысяч сжатий. Так что, Андрей, прошу любить и жаловать. Капитан первого ранга. И еще раз скажу, если вы там все, думаете, что какую сертификацию, вы уже ее не пройдете. Нет сертификации никакой. Все. Вы понимаете, с чем это все связано. Ну, для себя, если вы оставляете закрытие КОК-3, там, с карты, опять же, неприемлемо. Считаю, карта обрезает ребят с более маленькими ладонями. Самое приемлемое, я это, в общем, неоднократно повторял, это хотя бы закрытие жесткого, вот такого 40-го блока. 40 миллиметров. Тогда включается в работу, в борьбу, скажем так, за место под солнцем, как мы называем, короткопалой. На самом деле, это просто ребята с более-меньше ладонью, но не значит, что они слабее. Просто технически у них ладонь меньше, у них меньше пальца, меньше от первого сгиба до среднего, там, 185. 185, как карту соправить? Только мягкую карту согнув, но это, опять же, не закрытие с карты. Жесткую, жесткий 40 подставил, выставил на 40 миллиметров, подставил и закрыл. И никак ты тут не проведешь согнув. Не согнешь. Спросите у Олега Кускова. Пилить шура только можно. Так что, вот это 65 килограмм, это примерно как троечка самая лайтовая, 61 килограмм где-нибудь, 62. Потому что при 70, допустим, если 5 миллиметров, здесь 64, и 11 сантиметров как раз поезд где-то 3 килограмма. Соответственно, где-то примерно так. 65 килограмм, тройка, широкая, 75-77, это примерно контр-адмирал. Вот где-то так. Ну и в любых, в любых эспандерах так и получается. ширина на сантиметр больше, это 3-4 килограмма минимум в нагрузке можно брать меньше, если он шире. И если он нужен, то в нагрузке можно брать меньше. Все. Андрей, прошу любить и жаловать. Встречай, 70 килограмм, колечко и моряк, капитан первого ранга на 65 килограмм. Вот такое короткое кино, а может наоборот длинное. Посмотрите, что-то надо послушайте, не надо выключите. Все, занимайтесь спортом, занимайтесь хватом, занимайтесь собой, становитесь сильнее. Встречаемся в обители. Пока.